всем привет сегодня пришел заказ на мясо который я сейчас начала раскладывать это микс для кота ну точнее это закупка на месяц и наверно полтора на месяц или полтора я не знаю сколько месяц выйдет тоже некоторые вещи я заказала для себя не для кота вот тут микс барашка легкая печень это сердце это диафрагма там колтык бараний это как его называют забыла это рубец говяжий там мне внизу вот эта грудка куриная желудки тут лежат внизу по говядины по говядине есть это желудки индейки это крылышки индейки это я себе взяла вот перебьет крылья индейки ну и там и на холоде цели пару копыток тоже заказала попробовала решила то есть точнее заказать индейки лапы это мега лапы вот даже есть побольше лапов но их нужно всех очищать если честно я думала не чище и я их тоже в холодец закину но их по ходу капец сколько чистить надо я еще подумаю это куры бройлеры пришли и один корнишон тут целую целая курица это чок а это ляшки утки это я себе заказала вот но еще вот тут я еще по по раскладываю смотрю что еще здесь есть там же я ничего разложила все каждый пакет подписаны не вижу что это что на это говядина без костная тоже говядина и вот еще и пакет остался у меня неудобно ни одной рукой по сразу разматывать это все дело а это и эти головы перепелки еще я хочу он их так хорошо живет в принципе но в этот раз я не хочу заморачиваться отдельно давать если мне еще муж за давай как бы очень скептически к этому относится он говорит меня его разражают когда он начинает хрустетикими головами но по сути я издавала чтобы он чистил себе зубы поэтому я еще подумаю как я буду давать многие кстати говорят что клюв и когти нужно удалять вот допустим от перепелки у меня лежат в морозилке тоже надо кстати достать я когти не убираю потому что они мега маленькие никогда он ими не выливался не давился то есть он их прекрасно съедал у этих я отрезаю просто клюв и все больше я ничего не делал и он их прекрасно жует грызет ему нравится вот ну пока на этом все метод такой вот мини бардак образовался но сейчас это все дело уберу как раз сидела по вечеру подтает и начну заниматься заготовкой микса вот так у меня продолжается здесь вот я микс как раз таки вот этот прокрутила печень и легкая барашка делаю я через такую крупную мясорубку там еще и ножик такой специальный который по костям может не знаю насколько мне хватит этого моего аппарата я уже даже не помню как он называется молен x pro какой-то вот но мне не нравится как он работает потому что не вот эта штука вот так туда сюда вот прыгает у меня еще вот еще осталось кучу всего лишь перемолоть это все сейчас это все ведь микс пойдет у меня другое битро ох я его наверное сейчас только двумя руками я могу еще перемалывала перепелки все-таки их решила перемолоть и этот рубец сверху такой вот он разноцветный получился рубец что еще тут интересного ну и голову все в принципе пока это я не помню что и перемолвала сердце еще прямого вот этот цвет сердечек куриных прям тортик получился для примерно так и нарезаю такими вот кусками не пролазит вместе с костями это и отбудки заказывала по моему на грудку еще кусок вот грудка такая я прям так полностью вот сейчас покажу как я это делаю ну то есть точнее не как перемалывается кости я не кладу кости только от бедер то есть допустим грудки да они вот такие вот мягкие здесь вот трубчатые кости я ее туда не кладу то есть все трубчатые кости я избегаю я их не кладу хотя перемалывает она очень довольно таки неплохо сейчас я покажу вам ну вот наконец я все перемолола это мясо я себе разложила брала в морозилку запихнуть это все коту ну судя по этому тайзику тазик довольно таки большой у меня вся рука практически если так если вот так то так я не знаю сколько здесь килограмм потому что у меня нету весов чтобы взвесить точнее у меня есть такие листы которые подвисываешь и весу знаешь можно было привязать веревки но нюанс такой что мне там села батарейка вот но на глаз если посмотреть вот этого мне хватит на полтора месяца это хватит на полтора месяца такой вот он получился допустим почки перемололись довольно таки мелко другие куски допустим от легкой или же да вот палец порезанный вот легкая вот такие вот куски получились некоторые крутки желудки этого индейки забыла помолоть поэтому я его нарезал послухими кусочками я уже не стала собирать опять заново мясорубку поэтому я вот так перемолола сейчас я покажу поближе раз помыла или же покажу мясорубку которую я пользуюсь точнее мясорубку сама вот она идет с такими большими отверстиями решетка звездочкой называет ножик вот такой вот то есть он не просто острый убить у него проект края какие он как бы рубит такая вот звездочка все из рук валится в общем мега сильно то есть точнее мега быстро это все дело помогает мне потому что все раньше я стояла реально три часа просто резала вот такой вот тазик вручную этот микс я честно я могла стоять и три часа и четыре часа я могла стоять вот эти всем делом заниматься то есть мне привозили допустим в обед да я часам к семи только заканчивала вообще в принципе работу с мясом сегодня у меня на это все дело ушло всего два часа но не считая того что я тут везде бегала прерывалась там захотела поесть покушала там и тому подобное ну два с половиной часа там возьмем это все дело вот надо теперь все уложить положить и все и расфасовать вот это все по пакетикам я фасую так чтобы у меня есть блюдечко специальное в чем я размораживаю коту и ну как такое порционное то есть мне проще вот этой вот этой вот именно тарелкой загребить и вот это мясо ну примерно в тарелку помещалась и потом это я переваливаю в пакет и все и порционно потом достаю размораживаю чтобы она долго в холодильнике не лежала точно два максимума три дня это хватает вот как то так если есть вопросы спрашивайте кстати да по поводу микса как составлять правильный микс вы лучше посчитаете достоверные информации по поводу натурального кормления потому что там есть свой баланс костей есть свой баланс печени ливера мускульного мяса и тому подобное вот я сейчас постараюсь найти эту фотографию если что я ее чуть попозже приложу но это не фотография не прям ну как бы она да вот по ней и можно конечно это все дело делать лучше еще конечно вот я лично добавилась на фейсбуке в группу натуральное кормление кошек вот блин там прям все в файлах все разложены все разжевана ну прям практически извиняюсь там для тупых и я там сидела вот это несколько месяцев изучала я начала его переводить сухого корма у меня у него почему я начала переводить потому что долго у него был кал с кровью плюс еще непонятно как он ходил мягко вне очень не то я его решил перевести вот на мясо на мясо я перевела он еще потом какое-то время у него все равно с кровью было потому что я во первых не могла вот как раз таки вот даже прочитав и изучив это все дело до месяца я где-то могла переборщить с костной где-то могла ну что-то вот как сказать ну неправильно все равно сделать сейчас вот пожалуйста я сейчас все перемолола вместе с костями все перемолола поэтому желудок у травмировать нечего потому что я все мешаю это дело руками и я чувствую что там нету никаких царапающихся костей плюс еще тут нету трубчатых костей тут все кости довольно таки мягкие и они хорошо перемалываются вот такие вот дела если есть вопрос по поводу лапок это лапки этих перепелок я не отрезаю у них вот эти когти потому что они во первых мелкие во вторых они или на нем мягкие вот и даже себе нажимаю под ног от себе под ног от что-то в принципе больно должно быть они мягкие поэтому я не заморачиваюсь просто многие пишут что обязательно когти и клюв нужно убирать ничего не убирала и у перепелок тоже глаз от перепелки все видите перемалывается никаких клювов нету даже если вот у меня где-то видела клюв его потрогала он мягкий перемололся поэтому все в шоколаде вот но если есть вопросы в принципе задавайте ссылку если нужна ссылка на именно на этот сайт точнее на эту группу я вам могу скинуть ну я не знаю нужно или не нужно в общем напишите мне в комментариях надо или нет не так вот у меня получилось получается 22 пакета в одном пакете примерно но дня на 3 точно есть это минимум дня 3 может три с половиной в общем будем считать среднем дня 3 потому что я высовала по одной ложке вот если умножить 3 на 22 это 66 видите практически на 66 дней то есть на два месяца вот этого всего корма сейчас я пойду возьму листочку и точек я посчитаю сколько было килограмм сюда намешано сколько это было по цене все это вышло поэтому извиняюсь за сообщение сейчас мы посмотрим сколько на два месяца уходит по финансам для кормления одного кота все пошла искать ну вот я посчитала значит смотрите здесь я обозначила вот в кружочках только те только те продукты которые я именно коту замесила где галочки это мои в общем по итогу я посчитала это вот у меня скидка 10 процентов и смотрите для кота у меня вышло всего ну считайте 3000 ровно это только опечатала те наименования которые сюда вот были добавлены вышло 15 килограмм не думаю что это неплохо вот это грубо говоря полторы тысячи уходит на кота на месяц поэтому покупать сухой корм с неизвестным составом где в принципе даже если есть мясо то там мясо ну просто все высушенное по самые не хочу но я не вижу этого смысла вот а тут помимо вот допустим единственное что помимо мяса я там периодически ему даю витаминки я еще правда не выбрала и на те которые я хочу это пока вот такие вот разу отзыва пишет ничего нормальные но банка правда другая там пакетик вот но по крайней мере эти витамины крутых и ест ну и положу вам пишут что они хорошие вот осталось это все сложить единственное что если вы складываете таким пакетом между этими пакетами нужно делать какую-нибудь прослойку я например кладу я вам покажу такой вот бумагу для запекания между ними чтобы она не прилипала и вот так друг на друга потихонечку на звук складываю потом много потом опять сверху слой и все наверное все больше рассказать пока ничего все всем спасибо за внимание не надеюсь было понятно доходчиво по поводу того что многие говорят мясо это очень дорого что денег на мясо нету вот я закупаю мясо уже в одном месте три года добывают у них косяки но по крайней мере вот пожалуйста вполне нормальное мясо которое пахнет мясом а не то что допустим вот я я обычно сразу и себе закупаю а тут давно ну тут еще получается новогодние праздники были зарплата была вся полностью перед новым годом и что-то пока без денег сидели вот я пошла купила пару кур ребят но они накачаны они водяные я их пожарила ножки и почти в два раза сдулись плюс еще когда я резала саму курицу под шкуркой курицы была вот это вот такая ну знаете пленка такая вот я даже не знаю на чё нам не на йогурт похоже на кисель похоже вот такая киселистая на но это согласитесь это ненормально такого не должно быть в этих курицах я такого не заметила который весь покупала я на висит на 5 пахнет мясом а то что я купила в магазине там мясо ну не пахло тем мясом которым должен пахнуть мясо у меня хоть и муж не вегетарианец и он ест мясо но когда я начинаю разделывать именно вот большие куски резать их там но на какие-то части он сразу орёт фу воняет не в том смысле что она воняет непонятно чем она очень сильно пахнет мясом именно вот прям вот именно тем мясом которое должно быть вот он просто этот запах не любит ну вот рассказала всем спасибо всем пока будут вопросы задавайте